Приветствую вас. Давайте разберём ещё вопрос. Вопрос про грубость в отношении страны парня. Пишет девушка, аноним, описывает, что мужчина ведёт себя с ней исключительно грубо и, в общем-то, позволяет себе много разных, как бы, неприятных, скажем так, вещей в её отношении. Что здесь в первую очередь хочется сказать? В первую очередь хочется обратить внимание не на то, как мужчина себя ведёт, не на то, что мужчина делает, да, потому что у каждого человека свои, как бы, предпочтения, у каждого человека свои приоритеты, указывает у каждого человека свои ценности. А хочется обратить внимание, наверное, в первую очередь на то, что вы, как будто бы, не смотря на всё то, что происходит, как будто вы всё равно продолжаете. Мне даже вот сложно сказать, что вы продолжаете. как будто бы вы снова продолжаете ждать, что человек изменится, ждать, что человек поменяется, ждать, что человек станет другим. Как будто бы вы пытаетесь его переделать и поменять, ожидая, что он к вам прислушиваться. И фокус здесь в том, что он, он мог бы к вам прислушиваться, с одной стороны, мог бы к вам прислушиваться, если бы вы свои отношения выстраивали бы на, как бы, личностной основе. Но дело всё в том, что таких отношений, основанных на личностном взаимодействии, когда я понимаю, чувствую, замечаю, кто рядом со мной, таких отношений у вас, к сожалению, нет. Ну, потому что сам, сами обстоятельства того, как вы познакомились, стали быть вместе, само обстоятельство того, как развивались ваши отношения, не предполагает личностного взаимодействия. А предполагает, скорее, вот такое, можно сказать, взаимное использование друг друга. И, на мой взгляд, неприятная правда здесь заключается в том, что до тех пор, пока вы ждёте, что человек изменится до тех пор, пока вы терпите, в буквальном смысле, то, что человек делает, если вам это не нравится, он не изменится. Потому что вы терпите, вы кричите, вы сопротивляетесь, вы вроде бы протестуете, но всё равно продолжаете в этих отношениях быть. Даже какое-то удовольствие получается от этого. И, соответственно, это и является, на мой взгляд, ключевой проблемой. То есть, проблема в том, что вам вроде бы нравится, но в то же время нет. И, на мой взгляд, мужчина, в этом смысле, хороший показатель того, что, возможно, вы сами бы хотели. Мужина, на мой взгляд, здесь хороший показатель того, что вы сами себя где-то сдерживаете, сами себя где-то зажимаете, вероятно. Конечно, не в такой форме, конечно, мужчина это демонстрирует. В форме явно диперболизированной, но, тем не менее. И здесь нужно обратить внимание и проработать два вопроса. Первое. Если мне это не нравится, если меня это пугает, то зачем я в этих отношениях? Чего я в этих отношениях жду? И второй момент, на который нужно ответить. Второй вопрос, на который нужно обратить внимание. А что из этого мне нравится? Ведь, несмотря на то, что происходит, вы все равно остаетесь в этих отношениях. Я полагаю, что остаетесь вы в этих отношениях не просто так, остаетесь вы в этих отношениях именно. Потому что есть что-то, что вам нравится, есть что-то, что вас привлекает. И, на мой взгляд, наша задача как психологов заключается в том, чтобы помочь вам понять, что вам здесь нравится и какую свою часть вы пытаетесь, ну, ни много ни мало компенсировать в этих отношениях. Хотя, вас в целом не устраивает то, что происходит. То есть, понимаете, как бы вы вроде бы жалуетесь на мужчину, вроде бы описываете достаточно жестокие вещи, но почему-то все равно продолжаете в этих отношениях быть. Вот в чем, на мой взгляд, основной вопрос и вот в чем, на мой взгляд, основной аспект заключался. Безусловно, можно путем общения, путем поведения, путем обстаивания своих личных границ, путем использования, скажем так, техники я-сообщения, например, отношения с корректированием. Но если мужчина не видит сам проблему с том, что происходит, с том, что он делает, то его вы не измените. А, ожидая того, что человек будет выставить себя по-другому, вы ставите свою жизнь в зависимости от него. Возможно, фактически, вы уже и находитесь в таких созависимых отношениях, в таких седомазекистических отношениях. И здесь важно понимать, что человек может находиться в таких отношениях только тогда, когда он себя за что-то наказывает. Вы, например, я могу предположить, я не уверен, себя за что-то наказываете. Вы в глубине души можете считать себя какой-то плохой и достойной такого отношения. Потому что вы выбираете такого мужчину прямо здесь и сейчас. Вы выбираете такое его отношение к себе прямо здесь и сейчас. Ну вот. Почему-то. Внешне вы, вроде бы, сопротивляетесь, а вот на более глубоком уровне. Понимаете? Ну и хочется обратить ваше внимание на треугольник Карпмана. Изучите, пожалуйста, этот момент в интернете, чтобы увидеть свою модель поведения. Тоже довольно важный момент, на который хочется обратить ваше внимание. На этом все. Я надеюсь, что я помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И субтитры подогнал «Симон»